добрый день дорогие друзья гости канала мои любимые подписчики в эфире рубрика ташкент дом вашего детства и сегодня мы находимся в районе каракамыша и по просьбе нашего подписчика мы проедем до его адреса я покажу его родной дом двор и покажем как это все сейчас выглядит потому что альберт обратился к нам с просьбой показать его родные места 9 до 95 года он проживал в ташкенте ну а потом переехал ну и конечно ностальгия она конечно мучает но сейчас мы это дело немножко исправим что поехали а буду потихоньку снимать пока дорогу а вы послушайте его просьбу добрый день канал добрый день рустам всем большой привет из татарстана у меня такая просьба я раньше жил в ташкенте на массиве каракамыш 11 до бывший собирахимовский район сейчас он алмазар считается всем в то время уезжали в девяносто пятом девяносто тоже разъехали то куда я хотел бы посмотреть свой двадцать четвертый дом свой двор магазин все мы с друзьями когда играли нашу речку качкарык он называется там его сейчас переделали весь парк там парк вроде бы если будет такая возможность пожалуйста покажите дом дом номер 24 пятый этаж квартира 58 3 подъезд и те жил кто в этом доме то соседних домах с некоторыми я общаюсь еще в общем вот такие дела ностальгия очень сильные конечно хочется съездить смотреться но вот просто вот нам такое наслаждение дарит показывая видео свое разных всего ташкента по просьбам других людей спасибо ему большое дай бог ему здоровья и процветания вашему каналу не могу найти вот только одного товарища он жил двадцать третьем доме сергей чендарев брат у него саша александр да саша был мама тетя елена двадцать третьем доме вот какая квартира не помню сразу если у нас 3 так вот 4 3 4 подъезд пара рядом сразу вот 23 дом стоит и первый сразу в этом подъезде и угловая дверь налево вот там он жил не могу не канта не в контакте не в одноклассник книги найти его не могу никто не знает где они чего они как они вместе с ним учились остальные как-то есть можно найти а вот его нет альберт приветствую еще раз ну что узнаете вашу улицу ваш дом двадцать четвертый двадцать пятый мэндокары камышей 1 1 я сейчас войду во двор покажу как то что поменялось вот смотрите на этом месте построили киндер мед магазины так выглядит двор двадцать пятого дома и мы вашем дворе двадцать четвертый дом так нам нужно найти третий подъезд пятый этаж 58 квартиру я постараюсь подняться показать как выглядит дверь лесничая площадка вот так выглядит ваш дом сейчас детская площадка 3 подъезд давайте я поднимусь напишите комментариях как чё поменялось 4 квартиры на лестничной клетке 5 чуть-чё поменялось 5 4 Вот так выглядит ваш подъезд. Мы просили в 23-м доме снять, показать, живет ли ваш товарищ Сергей. Я сейчас до туда дойду, и потом вам все обязательно скажу. Живет ваш товарищ, там нет. Так, мы выходим. Еще раз, ваш двор. Вот так выглядит дом. 23-й, Сергей Чандарев, друг, брат Александр Чандарев. На первом этаже угловая квартира. Скорее всего, вот эта. Давайте я зайду, узнаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не подскажете, вот здесь, кажется, в первой квартире жил Сергей Чандарев, Елена, мама, Александр Чандарев, Братишка. Знаете, да, их? Да. Они здесь еще живут? Они уезжали. Уехали? Уехали куда? К Перм, что ли, или в Подмосковье. А у вас контактов не осталось? Нет, нет. Контактов нет. А что? Товарищ попросил меня снять в 24-м доме его квартиру, ну, в смысле, дом. А здесь его друг живет. Говорит, узнайте, он живет здесь. А который друг? А старший Сергей Чандарев. Саша Александров. Да вы что? Да, умер. Младший там работает. И вот недавно, два месяца назад, маму забрала младший. Отсюда? Да. Старший Саша был, Александр. Да. Сергей младший. Сергей, да. Младший Сергей. Альберт Зарипов, вот здесь он жил в 24-м. Это его друг, говорит, был. Узнайте, говорит, может быть, он здесь живет. Я так понимаю, вот эта квартира, да? Нет, нет, нет. У Саши вот эта квартира. А, угловая. Вот так. Ага, все, все, все. Ага. Хорошо. Ну ладно. Тогда что получается? Они переехали в Пермь, да, говорите? Пермь? Ну, знаете, поднимайте на четвертый этаж. Такой, Оля Турничьей этажа. Вот надо мной вот это. Так, так. Там Оля. Про Олю спрашивается, она тоже друг. Сейчас она зазвонится, они ему поразговаривают. А, они товарищи, да? Товарищи, да. Ага. И мы, я тоже товарищи, и у меня тоже давно здесь. Ага. Ну, он, она знает сейчас, где живут. Да, 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 да. Хорошо. Оля. Хорошо. Я туда поднимусь. А, ничего там она, может, замужем или что? Кто? Ну, вот Ольга. Я ж... Не-не, Ольга, не замужем, муж Уме, пожилой женщина. Давай сейчас. Да, да. Здрасте. Ну что, я поднимусь на четвертый и узнаю у Ольги, когда меня тоже знаете. Если на дом, мы спросим и узнаем, где ваш друг Сергей. Ну, смотрите. Все, будет сейчас. И снова. Альберт, ну, соседи у тебя очень хорошие. На первом этаже… Рануа Па. Ты, наверное, ее тоже знаешь. Она попросила позвонить ей в девять часов вечера, и тогда она передаст телефон вот этой Ольге, которая знает, где возможно сейчас Сергей. И я, конечно, с ней свяжусь И, возможно, вам передам ее тоже номер телефона И узнаю пару слов, хотя бы узнаю, где сейчас находится ваш друг Так что будем искать Еще раз, ваш двор Такая площадка детская, аккуратная Я всемир зайду Свечи Ваш родной дом Вы говорили, что где-то магазин находится Ну, не знаю, может быть, он здесь стоял Но здесь, видимо, новое здание Возможно, он здесь был раньше Это тоже двор 25-го дома Вы, наверное, здесь играли, гуляли Ну что Пройдемся до вашей школы Посмотрю, где находится школа Покажу вам ее Как она сейчас выглядит Пошлите Спецкая площадка Ну все, мы едем на Харкамыш 1-2 В 233-ю школу Буду снимать, походу, что как здесь изменилось, Альберт Так, это 133-я школа, если я не ошибаюсь А нам нужна 233-я Я думаю, всем будет интересно, кто жил, кто узнает свой двор Посмотреть, кто может, ну, увидит это все Все равно будет приятно Все ребята, которые, ну, находились Здесь, ну, в основном там, сколько, 27 домов Ну, почти из каждого дома все знакомые Все этот И ребята, и девчонки Мы, ну, там собирались, играли Там рядом школа, узбекская школа Номер 133 Там у них стадион, там футбол играли Хотя, вот кто русскоязычное население находится А мы учились в основном на Харкамыш 1-2 Школы номер 233 Все ходили туда, русскоязычное население А то узбеки были, ходили сюда Да, 133-я школа Постанция скорой подачи С левой стороны Возле вашей школы есть магазин Туморис Как ориентир, наверное, да? Вот мне сейчас просто подсказали Вы, говорит, доедете до этого магазина И рядом будет забор школы Также проедемся вдоль канала Я покажу, как сейчас он обустроен Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скорее всего, вот эта школа Это задняя сторона Сейчас я постараюсь ближе подъехать Прямо припаркуем машину И я пройдусь мешочком Здрасте, не подскажете 233-я школа Это она есть? Да, только с той стороны Надо обойти Спасибо Ну что, Альберт Ваша школа Сейчас я ее обойду И покажу, как она выглядит Наверное, по этой дороге, да? Выходили в школу С заднего входа, получается А кому-то привезли подарки На свадьбу Что поменялось? Может, забор? Напишите Двор 18-го дома Вот она выглядит сейчас И ваша школа Калитка на месте Смотрите, два футбольных поля Таких не знаю Они к школе принадлежат С искусственным газоном Новостройка Да? Вот ваша родная школа 233 Такой вход Ну, закрыто Я заходить не буду Я просто фасад вам покажу Вот как она сейчас выглядит Идут ремонтные работы Скорее всего Ну, это во всех школах Узбекистана Перед учебным Новым Годом Так, ну что? Смотрите, какая новостройка Полукругом, да? Вдоль набережной получается И мы выходим К речке Смотрите, полноводная какая Воды очень много Воды очень много Купаться, конечно, запрещено Потому что это даже опасно где-то Потому что течение, смотрите, оно очень такое сильное Облагородили Набережную Сделали заборы красивые Ну что? Здесь вы говорили, да? Раньше и машины мыли, и купались И все остальное Сейчас это выглядит вот так Очень красиво Ухожено Вот такая набережная речки Ну и ваша школа Время сейчас в Ташкенте Без 10-11 утра И вы заметили, да? Народа никого нет Потому что очень жарко Сейчас примерно Сейчас вам скажу Не примерно Точно Где-то под 40 сейчас Температура 35 точно Альберт Ну что? Я вам показал вашу школу Прохожу как раз мимо нее Еще раз Вот она Мы дошли до вашего двора Надеюсь Сегодня я созвонюсь С Ранопа И она Передаст телефон Чтобы я поговорил С вашей соседкой Ольгой Чтобы Она уже дала Какие-то координаты Вашего друга Сергея Обязательно Во все скину в Телеграм Так что Все будет хорошо Вот так как мы на Каракамыше Также по просьбе Еще нашего подписчика Вангелиса Лендеса Который долгое время Уже живет в Израиле Он попросил также снять На Каракамыше 1.1 и 1.2 Его родной дом 20А 6А Ну и расположение садика 423-го Ваш дом С правой стороны Вот он Как раз приехали по адресу 20А Я прошу прощения 20А Каракамыш 1.2 Вангелис Вангелис Мы в вашем дворе Вот так сейчас выглядит Ваш дом Двор Возле дома 6А Мне не указали Какая квартира Поэтому я постараюсь Медленно пройтись И снять Дом 5А Двор Да Чуть-чуть дальше Мы проехали Там Скорая помощь Она также Работает Подстанцией Скорой помощи Я обойду сейчас Двор Вокруг И покажу Как что изменилось Ваш дом Между домами Такая площадка детская Ух ты какой раньше Здесь дерево было Чинара Смотрите Вот так выглядит Ваш дом Сейчас я пройдусь Еще до детского садика Покажу Как выглядит Детский садик Чинара Смотрите А здесь почему-то Кромы ободрали Почему они это сделали 133 школа Напротив Ну и садик 423 садик Ангелис Ваши родные места Еще раз Дом 6А дом Ваш садик Да Ангелис Вот На вашем дворе Если что Напишите в комментариях Как что поменялось Ваш родной дом Двор Садик Мы будем очень рады Прочитать Надеюсь вам ролик Понравился Вы увидели свой дом Родной Все кто Хочет Увидеть свои родные места В Ташкенте Кто давно уехал Пожалуйста Обращайтесь Мне Пишите в телеграм Ссылочка Ссылочка есть Снизу Оставляйте голосовые сообщения Чтобы вы хотели Увидеть Свои родные места В Ташкенте Которые Вы прожили в детстве В юности Я постараюсь Это снять Ну а если вам нравится То что мы делаем Мы будем Любой поддержкой Для нашего канала Поэтому Если есть желание Можете поддержать его Как таковой ставки нет Все на ваше усмотрение Всем пока-пока До новых встреч Всего доброго Рубрика Ташкент Дом вашего детства Продолжается Редактор субтитров А.Семкин